Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и Партнеры. И сегодня я вам расскажу об увеличении штрафов и административной ответственности за нарушения на массовых мероприятиях, митингах и так далее. 24 февраля 2021 года Владимир Владимирович Путин сделал подарок всем защитникам Отечества, видимо, и подписал соответствующий указ о внесении изменений в статьи 3.5, 19.3 и 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ужесточив ответственность за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов и нарушение правил проведения массовых мероприятий. Давайте разбираться. Самое важное это увеличение кратное денежных штрафов и добавление исправительных работ как вида наказания. Досмотрите это видео до конца, и я объясню логику таких мер. Итак, за однократные нарушения в виде неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительных органов очень многие цепляются именно за это слово «законные требования». Чтобы вам было понятно, законное это не то, что прав или неправ, имел право предъявлять такие требования или нет. Законное от слова «закон», прописанное в законе о полиции, все очень предельно просто. Если у него прописано право остановить вас и потребовать предъявить свой документ, чтобы удостоверить вашу личность, это и есть законное право, потому что оно прописано в законе о полиции и так далее и тому подобное. Максимальное наказание за однократное впервые совершенное такое правонарушение так и осталось 15 суток ареста. Но если раньше штраф был от 500 рублей до 1000, то теперь от 2 до 4 тысяч рублей и добавились обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Если же это совершено повторно, то срок ареста увеличивается вдвое до 30 суток. Повторно, если объяснять простым языком, это когда еще действует ранее наложенное административное взыскание. У него есть свои сроки. Так вот, повторно штраф уже от 10 до 20 тысяч. А обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Ну, вспоминая мое видео предыдущее, я объяснял, что в обязательные работы, когда они часами исчисляются, включаются только рабочие дни. Не более 8 часов, так же, как рабочий день с перерывом. Вот так все интересно считается. Ну и для должностных лиц штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Ну и для юрлиц штраф от 70 до 200 тысяч рублей. Вот так все здорово ужесточилось. Нарушение правил проведения массовых мероприятий. Что это такое? За что будут привлекать к административной ответственности? Что является нарушением на митингах, проще говоря? Все достаточно просто. Первое. Нельзя скрывать свое лицо под масками и как-то камуфлировать. Балаклавы одевать с прорезями для глаз. То есть делать все то, что затруднит идентификацию. Второе. Иметь оружие, в том числе и травматическое. Даже если у вас есть разрешение. На массовых мероприятиях нельзя. А также другие предметы или приспособления, которые могут быть использованы в качестве оружия. Что такое еще режущее, с едким запахом, петарды, фаеры. Вот что может являться, а что не может являться, решает конкретно сотрудник полиции, когда просит показать, что вы там несете на митинг. И это законное требование. Нужно подчиниться и показать. Он изымит все то, что считает опасным, травмоопасным и пропустит вас спокойно митинговать. Либо не допустит вас на митинг, если вы не покажете содержимое своей сумки или рюкзака. Имейте это в виду. Нельзя на митингах и вообще на массовых мероприятиях распивать алкогольные напитки, включая пиво. Нельзя, естественно, находиться на массовых мероприятиях в состоянии алкогольного, либо какого-либо другого опьянения. То есть вести себя неадекватно, создавать угрозу для своей жизни и жизни окружающих. Ругаться матом. Показывать сотрудникам правоохранительных органов оскорбляющие жесты тоже нельзя. Нельзя призывать к насилию. Насилие это пойдемте разгромим, пойдемте скинем и так далее и тому подобное. Нельзя наносить вред людям и их имуществу. Даже если эти люди вместе с вами пришли на митинг. Драться, выяснять там отношения нельзя. Вас моментально арестуют. Нельзя нарушать регламент мероприятия. А зачастую что мы видим? Согласовали митинг в одном месте, митинг провели. Тихо, мирно и спокойно. И потом всех позвали пройтись шествием. Вот это уже нарушение. Вы, как человек, свободный человек, можете спокойно один пройтись по любой из улиц. Но когда это массово, тогда это уже нарушение регламента. Также нельзя нарушать безопасность дорожного движения, перекрывать улицы. Отдельно упомянуты несовершеннолетние. Для Кодекса об административных правонарушениях это все дети, не достигшие 16-летнего возраста. Все, кто не достиг 16-летнего возраста, за них будут отвечать родители, опекуны, воспитатели, в зависимости от того, кто у них есть. Самого ребенка обязательно поставят на учет в комитете по делам несовершеннолетних. Будут выяснять, как он попал на этот митинг, массовое мероприятие, кто его подговорил, откуда он узнал и так далее. И штраф для родителей, опекунов, воспитателей от 100 до 500 рублей. Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Но, если ребенку исполнилось 16 лет, то он несет полную ответственность. А именно, штраф от 10 до 20 тысяч рублей, арест до 15 суток и обязательные работы до 100 часов. Вот так все жестко. Отдельно упомянуты организаторы, которые вовлекали несовершеннолетних. Достаточно оперативно отреагировали на то, что происходило в последнее время в соцсетях. Так вот, организаторы, если вовлекают несовершеннолетних в несанкционированные, еще раз повторюсь, в несанкционированные массовые мероприятия, в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, подлежат штрафу на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, обязательным работам на срок от 20 до 100 часов и, в крайнем случае, арест до 15 суток. Если же организатором было должностное лицо, то штраф уже от 50 до 100 тысяч рублей. Ну а если юридическое лицо, то штраф от 250 до полумиллиона рублей. И не надо забывать, что если несовершеннолетние на несанкционированном массовом мероприятии нанесли какой-то вред, совершили какое-то преступление, то есть любое уголовно наказуемое деяние, и это было зафиксировано и доказано, то организатору, где бы он ни находился и кем бы он ни был, грозит уголовная ответственность по статьям 150-151 Уголовного кодекса Российской Федерации. До 5 лет лишения свободы. Вот так серьезно закрутили гайки. И не только тем, кто приходит, но и тем, кто организовывает. А теперь, как я и обещал, какой смысл ужесточения всех этих штрафов? Только один. Так как сильно повысились размеры, это должно сдерживать горячие головы молодежи, для которых 20 тысяч рублей – это очень существенные деньги, и обезопасить нашу молодежь от каких-то необдуманных поступков. То есть стали наказывать рублем. Как к этому относиться, каждый решает сам. С точки зрения родителей, наверное, нервов поприбавится. Поэтому, если ваш ребенок, не дай бог, попадает в такую ситуацию, или собирается пойти на несанкционированный митинг, лучше заранее обратиться к нам и закрепить за ним адвоката, который в случае непредвиденных обстоятельств приедет и поможет вызволить вашего ребенка из тюрьмы. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнефантон. Дамы и господа, если вы опасаетесь, что вас могут вызвать на допрос, может быть обыск дома или в офисе, может начаться внеплановая налоговая проверка, Одним словом, правоохранительный орган, полиция, следственный комитет, ФСБ Российской Федерации проявляют к вам повышенный интерес, и вы хотите защитить себя и свой бизнес? Переходите по ссылке корнев.москов, один звонок, и вы под защитой.